Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 июня. Житие Святого Отца нашего Вассиана, епископа Лаодийского. Описывать ныне жизни святых, мужественно вооружившихся при помощи Божией против плотских похотей, и придавать память о них последующим поколениям, полезно по двум причинам. Во-первых, воспоминая мужественные подвиги святых, мы веруем, что и святые воспоминают нас перед Богом. Во-вторых, описывая подвиги и мужество святых, мы тем самым побуждаем себя и других подражать с ним подвигам. Имея это в виду, мы постараемся вкратце описать жизнь и подвиги святого Сиана, епископа Ладийского и исповедника. При помощи этого угодника Божия мы предложим описание его подвигов, ради которых он удостоился быть участником Небесного Царствия. Этот святой муж с малых лет был старцем, конечно, не числом лет, но разумом и добронравием. Отец его Сергий, правитель сиракузской страны, держался еленского нечестия. Он послал сына своего в Рим для изучения языческой философии, чтобы тот мог быть преемником власти отца и искусственным правителем граждан. От природы мудрый и рассудительный Вассиан с прилежанием стал изучать философию и преуспевал в обучении. В это время он услыхал об имени Христовом и о жизни христиан. И тогда же восхотел всем сердцем переменить еленскую философию на христианское душеспасительное любомудрие. Посему он стал размышлять, кому из слуг своего отца, который он был поручен которым, он мог бы открыть тайну своего сердца. Господь же, не желая надолго отдалять воина своего от предназначенного ему делания, три раза возвещал в сонном видении одному благочестивому пресвитеру о желании и намерении юноши Вассиана сделать все христианином. Пробудившись от сна, пресвитер стал обходить все училища города Рима, стараясь найти в них того юношу, которого указал ему Господь в сонном видении. Наконец, после долгих поисков, пресвитер с помощью Божьей нашел того, кого искал, и спросил его, откуда он родом, кто его родители, почему он живет в Риме. Удивился пресвитер мудрым и рассудительным ответом от Рокова Сиана, когда тот рассказал о себе все подробно и понял, что это и есть тот юноша, которого он искал. Как любящий отец, пресвитер обнял юношу и облабызал его, затем взял с собой в дом, где рассказал ему о видении, которое ему было от Бога. После этого оба они прославили Бога. Вслед за тем, Вассиан припал к ногам пресвитера и умолял его, чтобы он поскорее соделал его христианином. Пресвитер прежде всего стал поучать юношу истинным святой верой и объяснял ему таинство христианского закона. Юноша, слыша это учение, умилялся и распалялся любовью ко Христу. Затем пресвитер огласил его и научил, как он должен держать себя во время святого крещения. С этого времени Вассиан стал часто приходить к честному пресвитеру с одним своим старейшим рабом, который был ему верен во всем, поучаясь в христианском любомудрии из богодухновенных уст своего духовного учителя. По оглашению Вассиан начал проводить суровую жизнь, днем постился и молился, ночью же пребывал или в молитве, или в книжном чтении, предаваясь сну лишь на небольшое время. Из предлагаемой ему пищи он вкушал только третью часть, а остальную часть, две части раздавал нищим. Между тем, времени прошло довольно много. Настал, наконец, час крещения Вассиана. Вассиан с верным рабом своим отправился в дом пресвитера, где и было совершено святое крещение. Когда Вассиан по обычному чину крещения вошел во святую купель, он увидел юношу прекрасного лицом, сиявшего, как солнце. Этот юноша прислуживал при крещении, держал одежду, в которую должен был облечься новокрещенный. По выходе из купели блаженный Вассиан дерзнул спросить его, кто ты, откуда ты? Я давно послан к тебе, отвечал юноша, чтобы помочь тебе выполнить твое святое намерение и отогнать прочь все то, что противно этому намерению. Сказав это, юноша стал невидим. По отшествии юноши комната наполнилась дивным благоуханием, ощущавшимся с полчаса. Так что все бывшие там думали, что они находятся не на земле, а на небе. После святого крещения Вассиан стал проводить еще более строгую жизнь, умерщвляя свое юное тело и порабощая его духу. Представники и слуги, которым правитель Сергий приказал беречь Вассиана, как зеницу ока, не зная Вассиановой тайны, сильно удивлялись, даже обеспокоились в виде его необычного воздержания. Они недоумевали, почему он принимает так мало пищи и питья, почему он проводил ночи без сна, почему лицо его бледнело, а тело его истощалось. Видя все это, они спрашивали с недоумением друг друга, ради чего так изнуряет себя господин наш. Старейший жарап, верно святому Вассиану и знавший его тайну, говорил им, не дивитесь ему, так как философское учение может быть постигнуто только такими учениками, которые презрели все страсти и довольствуются только тем, что необходимо для поддержания жизни. Поэтому знайте, что наш господин желая изучить высочайшее любомудрие, и возложил на себя таковое воздержание и бодрствование. Но слуги не удовольствовались этим ответом, при этом они вспомнили, что Вассиан еще младенцем писал иногда на песке знамение креста, или слагал солому наподобие креста, за что кормилица его часто на него гневалась. Наконец, после различных дознаний, следя за тем, куда Вассиан ходит, слуги стали догадываться, что господин их принял христианскую веру и проводил жизнь сообразно христианскому учению. От этого они пришли в немалое смущение и страх, так как боялись гнева отца Вассианова, Сергия. Окончательно они уверились в том, что Вассиан христианин по следующему случаю. Однажды после всеночного бдения и всеночных трудов блаженный юноша, утомившись, крепко уснул. Во время сна он стал произносить слова молитвы, призывая Бога, единого в Троице, и прося направить его на путь к славе, обещанной всем любящим его. По молитве был слышен голос свыше. «Радуйся и веселись, вернейший воин Христов Вассиан! Молитва твоя принята Богом, и тебе уготовано лучшее место на небе!» После этого события слуги окончательно убедились, что Вассиан христианин. Поэтому они тайно один за другим отправились обратно в Сиракузы к старому господину своему правителю Сергию с неприятной для него вестью. Они возвестили правителю, что сын его, Вассиан, принял христианскую веру. Сергию, будучи идолопоклонником, сильно опечалился по поводу этого и стал размышлять, как бы отвратить сына своего от христианства, ласками или угрозами. Так мало-помало от Вассиана ушли из Рима все слуги, остался при нем лишь один – старый и верный слуга, который тоже был христианином. На место удалившихся отец Вассиана пожелал послать новых слуг, чтобы они, взяв Вассиана из Рима, привели его к нему. В это время святому Вассиану пришлось войти ночью в первое пение петухов в церковь святого евангелиста Иоанна Богослова. Здесь, молясь по обычаю, он увидел честного мужа, украшенного сединами, который сказал ему следующее «Знай, верный исповедник Христов, что тебе необходимо вместе с верным рабом твоим идти отсюда в город Равенну, ибо отец твой, родивший тебя к жизни плотской, намеревается воспрепятствовать спасению твоему душевному. Беги отсюда, дабы он не совратил тебя с правого пути. Ради этого милосердный Бог, не оставляющий своих рабов, послал меня, своего апостола, возвестить тебе об этом, чтобы посланные твоим отцом, нашедшие тебя здесь, не воспрепятствовали тебе убежать отсюда». Пояснение. Первые христиане, по примеру древних евреев, делили ночь на четыре части, по три часа в каждой, называвшиеся стражами. Пение петухов, бывшее в третью стражу, называлось петлооглашением или куроглашением. Равена находилась в так называемой Сиспаданской галлии на берегу Атриотического моря. Святой Иоанн Богослов после сих слов отошел от Васиана. Блаженный Васиан, весьма возвеселившись сердцем по поводу апостольского явления, стал полагать многие поклоны с молитвой к Богу, прося не оставить его помощью своею. После молитвы Васиан возвестил все виденное и слышанное своему слуге. На следующее утро они раздали все свои вещи неимущим и, приняв благословение духовного отца своего гордиана, вечером вышли из Рима и отправились в Равенну. После нескольких дней пути в дороге святой Васиан увидел оленицу с двумя детенышами. Животные уже обессилели и изнемогли от преследования гнавшихся за ними охотников. Охотники почти настигли оленей. Увидев это, святой жалился над оленицей и над ее детенышами и сказал ей, «Во имя Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе без страха прийти ко мне». Оленица тот сейчас же, как бы поняв слова, сделавшись кроткой, остановилась и без боязни подошла к святому со своими детенышами. Васиан стал гладить ее рукой, как бы животное, давно к нему привыкшее. Оленица же лизала ноги его. Когда охотники, гнавшиеся за оленицей, добежав, увидели, что оленица стоит перед путником кроткою, и тот гладит ее рукой, то весьма удивились, недоумевая, как могла перемениться так скоро дикость животного в кротость. При этом один из охотников, злонравный и жестокий, сказал своим товарищам, «Безумцы, для чего мы медлим и почему не берем свою добычу?» Сказав это, он стал отнимать оленицу из рук святого. «Не я, но Бог Вышний повелевает тебе», — сказал охотнику святой Васиан, «не делай никакого зла ни этому дикому животному, ни детенышам его». Охотник с гневом и дерзостью осмелился оттолкнуть руку угодника Божия, но тотчас же за такое дерзновение, дерзостное дело, напал на того жестокого охотника бес, который стал сильно мучить его. В муках он упал на землю, стал кричать страшным воплем и спускать пену, и, оцепеневая, сделался как бы мертвым. Ужаснулся тогда, и затрепетали от страха остальные охотники, и, припав к ногам святого со слезами, стали просить прощения, боясь, как бы их не постигла подобная участь. Васиан повелел им отступить от того этого места, а сам, простерся крестообразно для молитвы, и, обратив весь ум свой к Богу, встал молиться. «Боже, чудный создатель всего Божия милосердный, спаситель падшего рода человеческого, веселящийся не о погибели мертвых, но о спасении живых, прости лежащего в несчастье, по неведению согрешившего и прогневавшего Твою благость». В таковых и им подобных умилительных словах молился святой. Встав от молитвы, он подошел к человеку, лежащему на земле, взял его за правую руку и сказал бывшему в нем бесу, «Дьявол, тот, кто низвернул тебя с высоты небесной в бездну, повелевает тебе тотчас оставить образ Божий этого человека и удалиться в уготованный для тебя тартар, где ты будешь мучиться вовеки». Еще святый не успел докончить этих слов, как враг рода человеческого уже вышел из человека, которого даже в малое время измучил так сильно, что тот был почти при смерти. Когда же охотник стал приходить в себя, то не имел ничего глазами своими, не видел и лежал на земле неподвижно. Святой снова стал молиться Богу и по молитве осенил крестным знаменем глаза охотника, которые тотчас открылись, так что охотник стал видеть. Затем Васян оградил всего его крестным знаменем и повелел ему встать. И встал охотник здоровым, как бы не потерпевшим никакого вреда. С трепетом взирали на это чудесное происшествие, стоявшее вдали другие охотники. Потом подошли к святому и поклонились ему. Вместе с ними кланялся и получивший исцеление, который просил прощения у святого и усердно благодарил своего исцелителя. После этого все разошлись по своим местам. Охотники к себе домой, а лениться с детенышами была отпущена на свободу, а сам святой Васян со своим рабом отправился в дальнейший путь. Прибыв в город Равен, Васян отправился к епископу этого города Урсу, который был его родственником. Епископ увидал своего родственника, очень возрадовался, и особенно когда узнал, что он верует во Христа, и ради любви ко Христу презрел все и стал странствовать. По желанию Васяна, епископ отвел для него спокойное место вне города при церкви святого священномученика Аполлинария, первого епископа города Равен, нарукоположного святым верховным апостолом Петром и пострадавшего в царствовании Веспасиана за имя Христова. При этом церкви, при этой, нашлось очень удобное для Васяна место. Здесь он, пребывая в уединении, отвергшись мира и всего мирского, мог усердно работать к Богу, подвязаясь в посте и молитве. Господь скоро прославил раба своего. Он даровал ему чудесную благодать исцелять телесные болезни молитвою и душевной недуге богодухновенными поучениями. За все это он от всех окружающих приобрел уважение, любовь и славу. В это время царя Валентиниана пришло повеление к правителю города Равенны и ко всем гражданам этого города предать смерти городского судью по имени Вифимния. Случилось же это потому, что клеветники оговорили Вифимния перед царем в больших преступлениях, будто бы совершенных им. Вифимния был связан и приведен на то место, где его должны были обезглавить. Здесь он вспомнил святого Вассиана и так сказал про себя, раб Божий Вассиан, «По благодати дарованной тебе Богом, будь мне помощником». Сам правитель города и множество народа находилось здесь, желая видеть кончину Вифимния. И вот Вифимния уже преклонил выю для отсечения, а палач, держащий обоюдоострый меч, поднял его, чтобы с силой ударить по шее Вифимния. Но в это мгновение произошло неожиданное событие. Меч выпал из рук палача и упал вдалеке от того места. Палач снова взял меч и схватил его крепче прежнего руками, поднял, чтобы обезглавить Вифимния. Но как только размахнулся, меч снова, как и прежде, выпал из его рук и упал вдали. Палач опять с гневом схватил меч, но снова произошло то же. Все были поражены этим чудом. Правитель города, думая, что палач щадит осужденного из-за награды, которую думал получить, удалил этого палача и приказал другому усечь Вифимния. Но и с другим случилось то же самое. Меч до трех раз невидимой силой выхватывался из рук палача и падал вдали. После этого правитель города, удивляясь и страшась, происшедшего приказал отвезти осужденного с лобного места, тем более, что и народ требовал освобождения Вифимния, ибо сила Божия защищала его от смерти. Вифимния посадили в темницу и послали известие к царю, что осужденного не могли усечь два палача. На это известие немедленно пришло царя милостивое повеление освободить Вифимния от смертной казни и простить его вину. Вифимния не скрывал, но наоборот говорил о своем Боге, заступнике и о святом Вассиане, которого он в своей молитве призывал себе на помощь. Освободившись из темницы, он отправился к святому, и лобызая его ноги, воздавал ему благодарение. Но святой угодник Божий повелел ему благодарить только одного Бога, избавившего его от смерти. С этого времени все жители города стали с большим почтением относиться к святому, взирая на него, как на ангела Божия, и прибегая к нему за помощью. Клир же и знатные граждане сообща стали просить епископа убедить святого Вассиана принять священнический санд, так как тогда богоприятная молитва Вассиана, возносимая им при совершении бескровной жертвы, будет сильнее перед Богом. Таким образом, угодник Божий, хотя и не по своему желанию, был хиротонисован в священнический санд, в коем он провел довольно продолжительное время. В это время скончался верный слуга Вассиана, пришедший с ним из Рима. Святой Вассиан стал совершать бескровную жертву о его упокоении. В седьмой день по представлению слуги во время литургии преподобный, прилежно молясь о упокоении души новоприставленного, услышал голос с неба, известивший, что его душа почившего получила милость от Бога и причислена к лику святых. Об этом известие Вассиан сказал Вефимнию, находившемуся в церкви за литургией. И тогда оба они возрадовались духом о спасении души представившегося. Около этого времени в городе Ладии, в Лигурии, умер епископ. Жители этого города наложили на себя трехдневный пост и усердно молились ко Господу, прося его послать достойного мужа, который бы, возвешивши на святительский престол, вошедший, мог благоуспешно управлять Церковью Христовою. Во время общего поста и молитвы одному из пресвятеров Соборной Церкви по имени Клименту, мужу добродетельному и честному, уснувшему после церковных трудов, в сонном видении явился некий святоносный муж и сказал, «Знайте все, что вам уготован Богом во епископ и пресвитер Вассиан, пребывающий в городе Равене и украшенный дарованиями Божиими». Пробудившись от сна, Климент тотчас же присвал честнейших мужей из Клира Церковного и Мирян, которым и возвестил о сказанном ему Господом в видении. Тогда избрали знатных мужей и послали их в Равенну с просьбой ко святому Вассиану прибыть к ним в Лодию и принять святительский престол. Святому же Вассиану еще прежде, нежели посланные пришли в Равенну, Бог в ночном видении открыл о их пришествии и повелел, не отказываясь идти с ними. По утру лодийские посланные пришли к святому и объявили ему, что им было повелено. Святой обратился к посланным с такими словами. «Бог создал человека бессмертным, дабы он всегда повиновался волею и указаниям своего Творца. Человек же, приступив Божие повеление, данное ему в раю, сам сделал себя смертным. Точно так же и потомков своих сделал смертными. Поэтому не должно человеку противиться воле своего Бога и нарушать его повеление. Но каждому необходимо со всем усердием стараться выполнять то, что угодно Богу и заповеданно им. Ввиду этого и я не из желания почести, но ради нужд единоверных своих братьев, по Божию повелению, не отказываюсь принять налагаемое на меня иго». Сказав это, святой Васян предложил путникам отдохнуть после их трудного пути. Но посланные, обрадовавшись согласию преподобного, не думали оставаться и отдыхать, но желали скорее представить в свой город неоцененное сокровище. Стремились скорее отправиться обратно в путь и умоляли святого идти поскорее вместе с ними. Посему вечером преподобные и посланные отправились в путь. Когда они приближались к Ладии, весь народ с радостью и весельем вышел навстречу к своему Богом, дарованному пастырю. В это время находился в толпе один человек, бывший в параличе, не владевший языком. Вместе с народом этот больной, хотя и с большим трудом, подошел к святому и облобызал святую десницу угодника Божия. Тотчас он окреп телом, язык его разрешился, и он стал прославлять величие Божие. Народ усугубил свою радость, видя какого святого пастыря-чудотворца даровал им Бог. Для посвящения святого Васяна в Стан-Архиерейский прибыл владелец святой епискот Амбросий из Медиалана и вышеупомянутый сродник святого Васяна Урс из Равенна. В первый день января состоялось посвящение Богом избранного мужа Васянова епископа, что и доставило великую радость и большое торжество всему городу тому. Святой Васян, сделавшись епископом, стал учить пасту свою словом и делом, но главным образом примером своей добродетельной жизни. К святому Амбросию он оказывал большую любовь о Святом Духе, и от Амбросия имел таковую же любовь, которая выражалась в частых любезных посланиях их от одного к другому. По прошествии некоторого времени святитель Христов Васян выстроил на восточном предместе города великолепный храм во имя святых апостолов и на освящение этого храма пригласил святого Амбросия Медиаланского и Филакса Каманского. Урс Равенийский в это время уже почил о Господе. В то время, когда архиереи освящали храм, среди народа, собравшегося на освящение, находилась одна бесноватая траковица, устами которой дьявол стал взывать великласно, «Зачем вы, мужи Божии, неправедно восстали на меня? Зачем все трое на одного меня вооружились непобедимым оружием? Разве для вас мало что вы отняли у нас силу вредить кому-либо из вас? Вот вы выгоняете нас из тех, над которыми мы имели власть. Если выгоните меня отсюда, то, взяв с собой двух или больше бесов, отправлюсь в другое место, куда вы не придете». Служители Христовы, услышав дьявольский вопль, преклонили колено и стали усерднее молиться ко Господу. Во время молитвы бес, не стерпев их молитвенной силы, поверг отраковицу на землю и страшным воплем вышел из нее. Тогда святители приступили к отраковице и, подняв ее с земли, уже здоровую, отдали ее родителям, заповедуя им воздать благодарение Господу за освобождение их дочери от мучения демонского. По освящению церкви была устроена во славу Божию трапеза, за которой святители беседовали о том, что полезно для церкви Божией. После трапезы и дружеской беседы прибывшие архиереи отправились в свои места, и святой Васян с честью проводил каждого из них. Однажды во время жатвы один отрок собирался на пы среди жнецов. Его ужалила змея, и он умер. Родители, неутешно рыдая по поводу смерти его, принесли его для погребения во вновь построенную блаженным Васяном церковь в честь и славу святых апостолов, где в это время случайно находился и сам архиерей Божий Васян. Он часто приходил в эту церковь и совершал в ней богослужения. Во время пения обычного погребального канона плащ родителей по отроке стал заглушать голос певцов. Архиерей Божий, сожалея плачущих, повелел всем выйти из церкви. Потом остался один, повергся на землю перед Богом со слезами и умолял его, чтобы Господь повелел душе отрока возвратиться в тело. Во время молитвы святого тела умершего отрока стало сначала немного, а затем все более и более двигаться. Святой восстал от молитвы, взял отрока за руку и повелел ему встать. Отрок, как бы проснувшись от сна, открыл глаза, начал звать свою мать и встал. Находившиеся вне церкви родители и народ, услыхав голос отрока, от радости не могли оставаться на месте. Но тотчас же открыли церковные двери и вошли внутрь храма. Увидев отрока, воскресшим из мертвых, все изумились и ужаснулись, и припавши ко святому с радостью лобызали его руки и одежду. Святой же, воздав благодарение всемогущему Богу и сказав народу по учению, «Отпустил всех с миром». По прошествии нескольких лет после этого смертельно заболел святитель Христов Амросий. Архиерий, Божий Васиан, узнав о болезни возлюбленного своего о святом духе отца и друга, поспешил отправиться в Медиалан навестить болящего. Здесь, увидав Амросия на одре болезни, он остался прислуживать ему молиться вместе с ним и утешать его надеждой на Христа. Святому Амросию было такое видение. Ему представилось, что он видит Господа нашего Иисуса Христа, идущего к нему со светлым ликом и любезно ему улыбающегося. Об этом видении святой Амросий рассказал находившемуся около него святому Васиану. Тогда Васиан, поняв, что приблизился час кончины святого Амросия, начал плакать и вместе радоваться. Радовался он тому, что святой муж отходил ко Христу, призывающему его. Плакал же потому, что лишался любезного своего друга в этой временной жизни. Но он имел твердую о Христе надежду свидеться с ним в будущей жизни и быть вместе с почившим в лике иерархов. По кончине святого Амросия Васиана и все жители Медиалана оплакали святителя и с честью похоронили святое тело его. После этого Васиан отправился в свой город, где стал возносить перед Господом бескровную жертву с молитвою об упокоении Амросия. Хотя вполне был уверен, что душа его упокоена со святыми. Но молитва и бескровная жертва, и о святых не бывает бесплодна. Если молитва о святом не может в чем-либо ему способствовать, то она возвращается в недра молящегося, принесет пользу последнему, как говорит Давид, молитва моя в недра мою возвратится. По прошествии довольно продолжительного времени святому Амросияну снова пришлось отправиться в Медиалан по церковным делам. Входя в город, он увидал на площади весовщика, который на весах вешал различные товары. Этот весовщик был неправеден, многих обманывал, и этим старался доставить себе прибыток. Святой увидал на весах беса в образе маленького эфиопа, перетягившего весы, чем и пользовался неправедный весовщик. Святой спросил бывших с ним, «Видите ли вы что-нибудь странное?» Они ответили ему, что ничего особенного не видят. Тогда святой помолился о том, чтобы и прочим для достоверного свидетельства отверзлись очи видеть то же, что видел он. И действительно, отверзлись духовные очи у пресвитера Климента и у диакона Елвония. Они увидели то же, что видел и архиерея Божия, именно маленького эфиопа, сидевшего на весах и исполнявшего приказания весовщика. Они сказали о виденном святом и подтвердили слова Давида, который говорит «Лживый сыновь человеческая в мирилах». Святой позвал весовщика и спросил его, «При помощи какой неправедной меры ты увеличиваешь вес и обманываешь купцов?» «Я не делаю никакой неправды», — отвечал весовщик, и клятвой подтвердил, что вес его правилен. Тогда святитель показал ему на весах адского эфиопа и сказал, «Этот эфиоп тотчас же войдет в тебя, сокрушит твое тело и сторгнет из тебя душу твою со страшными мучениями». Неправедный весовщик от страха задрожал и, припав к ногам святого с покаянием, обещался отстать от неправды. Святой вразумил его от святого писания и повелел ему все, что он нажил неправдою, раздать нищим. После этого святой молитву отогнал от весов беса и отправился в свой путь. Возвратившись обратно в свой город, угодник Божий занялся обычными делами богоугождения по печеньям о пастве. Он прожил в архиерейском звании пять лет и с миром отошел ко Господу, которому верно и истинно работал, имея от рода девяносто лет. Кончина святого Сиана последовала около 409 года. Верные овцы с честью похоронили своего пастыря в сооруженной им апостольской церкви и много плакали, лишившись такового отца. Скончался же святой в царствовании Гонория на западе и Феодосия, сына Аркадия на востоке. Как при жизни, так и особенно по кончине своей он был чудотворцем. От гроба его чудесно подавались исцеления болящим по святым молитвам его и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, Которого вместе с Отцом и Святым Духом Воссылается честь и слава ныне и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok